Здравствуйте! Сегодняшнее видео я хотела посвятить своим покупочкам за несколько месяцев и подаркам косметическим, пара подарков косметических на мой день рождения. Так, приступаем. Хочу извиниться за мои губы. Это герпес выскочил. Так что буду я такая вот косоротая. Итак, первое, что я купила, это молочко для тела, чистая линия. Это воздушная для медуницы и таволга. Запах приятный. На удивление, первый у меня флакончик был, там другие травы. Был довольно резкий запах, но мне понравилось свойство, как этот крем ложился на мою кожу. И вот я купила вот это полегче, потому что сейчас лето, кожа тяжело впитывает вот эти все маслянистые продукты. В общем-то, довольна вот этим кремчиком. Я познакомилась недавно с косметикой Байкал Хербальс. Я покупала воздушную пенку для умывания. Мне она очень понравилась. И я решила попробовать еще вот такой очищающий тоник для лица, для жирной и комбинированной кожи. Очень приятный запах, хоть и на травах. Хорошо очищает кожу, кожа мягкая становится. Я вообще в восторге от этого тоника. Еще хочу попробовать некоторые продукты, но просто пока не приобретаю, потому что кремов и так предостаточно. Копить я не вижу смысла. Еще мне нравится, вот я рассказывала про пенку в своем предыдущем видео, что здесь продукция вот этой марки Байкал Хербальс без парабенов, без всяких, как тут еще, ну в общем без всех этих СЛС вредных ингредиентов. И здесь указываются активные экстракты и масла на один миллилитр вещества. Тоже, ну вот кто особенно вот заморочен на всяких вот таких экологически чистых или каких-то там таких продуктах, это должно, думаю, заинтересовать людей. Из серии Бабушкиный рецепт, Бабушкина аптека я купила вот такой наборчик. Он был в такой довольно симпатичной коробочке, крем-гель для усталых ног, алоэ вера и крем для рук, комплексный уход. В общем-то, крема легкие, быстро впитывается, крем для рук вот такой вот бледно-зелененький, тоже очень быстренько впитывается в руки, в кожу рук вернее, приятный запах. Если зимой я стараюсь какие-то поплотнее, крема для рук пожирнее, потому что кожа рук сухнет, то летом вот мне нравятся вот такие вот легкие увлажняющие крема. И для ног тоже такой же, только немножечко он попрозрачней, он потому что гель тоже в ножки очень хорошо впитывается, хорошо увлажняет. Но у меня как бы кожа не грубая на ногах, у меня это устраивает вот такой крем. А у кого, допустим, если какие-то натоптыши, то, конечно, такой крем не поможет увлажнить кожу ног. Так, для лица я купила вот, посмотрела на ютубе, очень хвалят вот такую масочку от чистой линии. Двойное действие, сохранение молодости и увлажнение питания с лепестками роз и экстрактом эхимноцеи. Масочка мне понравилась, я, правда, еще пару раз ее сделала. Как бы особого такого эффекта, конечно, я не заметила, но не сушит. Вот у меня, знаете, бывает такая проблема, хотя кожа комбинированная, после маски кожа становится стянутой. Вот после этого средства такого не наблюдаю. И это для меня уже хорошо. Такая беленькая, вот она плотненькая. Ее наносишь на 15 минут и потом смыть водой. Да, она вот по текстуре на крем похожа. Тут ее не видно. Неплохая масочка. Так, раскошелилась еще я и приобрела вот такой вот гель-гамаж от Шанель. Такой перламутровой коробочки. Ой, флакончики тут не видно. Как написано, что здесь содержится пыльца, нет, в общем, порошок искусственно выращенного жемчуга и частицы жужуба. Хочу сразу сказать, что как пилинг он для меня слабоват. Как бы как пилинг он мою кожу не очищает хорошо. Но как гель довольно неплохое средство. Единственный запах мне тоже еще не очень понравился как-то на любителя. А так, в общем-то, побаловать себя можно таким средством. Приобрела я две туши. Первая Алан Ком Гипноз. Вот такая. И от Лореаль Мега Волюм Коллаген 24. Что-то у меня сегодня какая-то камера такая вся расплывчатая. Так, ну вот, Ланком, всем известная вот такая вот щеточка. Положу. Вот такая вот она. Объема я, конечно, не увидела на своих ресницах. Но я уже, как раньше говорила, трудно что-то под мои ресницы подобрать, чтобы они как-то выглядели достойно. Но в целом тушь, конечно, неплохая. Я, конечно, такого восторга не увидела, как описывали девочки на Ютубе, что это самая лучшая тушь. Еще Диор. Не помню, какую тоже хвалят. Надо тоже попробовать. Но вот этого я не увидела от этой туши. Может, другая какая-то. Кстати, может, кто-то может мне посоветовать. Ресницы у меня жиденькие. Ну, не сказать, что коротенькие. Средненькие. И очень сложно как-то подобрать для них тушь. Если беру я какую-то объемную, то у меня эти мои три реснички, они такие, как паучьи лапки. Если беру обычную, то опять же эти три реснички торчат жиденько. Как-то трудно мне подобрать тушь. Вот эта тушь от L'Oreal. Вот такая вот у нее щеточка, небольшая. Видите? Вот. Единственное. Ну, она как бы объемная. Придаёт объём. Ну, не такой супер, конечно. Как там в рекламе написано. Но самый ужасный минус у этой туши. Она отпечатывается. Я аллергик. И поэтому сейчас у нас всё цветёт. Я частенько чихаю. Чихаю по-моему. Потому что аллергия. Когда я почихала, у меня вот здесь на верхних веках вся эта тушь отпечаталась. Хотя я не только накрасилась, я сразу стала чихать. А уже спустя какое-то время. И вот эта тушь мне этим не понравилась. Мне она совершенно не подходит. Из-за этого что? Отпечатываться я как-то разочаровалась. Я давно на реаль не покупала. Но, в общем-то, всегда туши были хорошие. А то я с этой столкнулась впервые. Так. Приобрела я опять базу Art Deco. Вот она. У меня уже первая баночка заканчивается. Вот эту новенькую уже начала. Нравится она мне, что тенит, одержит. Это понятно. Она не даёт какого-то цвета, когда наносишь на веки. Я вот приобрела ещё одну базу от Essence. Выписала с сайта Arisane. Тут несколько продуктов. Мне нравится, что вот с таким вот аппликатором. Вы уже все, конечно, видели это. Но мне не нравится, что она с цветом. То есть, когда наносишь на веки, получается такой светло-светло-бежевый, с желта цвет. Как-то я сразу думаю, если я... Ну, конечно, всё закрасилось, но вот это мне не понравилось. Но хотя я почитала, тут и написано, что это тени для век с аппликатором-база. Поэтому, естественно, не с цветом. Тени тоже, кстати, очень хорошо держат. Я этот продукт впервые приобрела и использовала. Мне очень он понравился. Сейчас уж я начала про выписывание с сайта Arisane. Также я решила ещё заказать от Essence вот такой вот блеск для губ. Так, он называется XXXL NUTS Lip Closs New. Кстати, вот я искала номер, так и не нашла. Там на сайте я уже не помню, как я выбирала по цвету. Вот он такой вот как бы оранжевый, но на губах совершенно он бесцветный. Даёт такой вот влажный блеск. Просто как у вас будто влажные губы. Вот, видите? Ну вот на коже у меня, раз кожа ещё светлая, это такой вот лёгонький оттенок оранжевый, что-то. Но на губах совершенно этого цвета не видно. В общем-то, мне понравился блеск. Он не склеивает. Нету ощущения липкости на губах. Но единственное, что мне не очень понравилось, что цвета совершенно нет. Мне как-то нравится, чтобы хоть немножечко на моих губах какой-то был оттенок. Ну а так, в общем-то, можно попробовать что-то тогда потемнее какой-нибудь цвет. Выбрать, чтобы оттенок был на губах. Вот. И третий продукт, который я выписала с сайта Арисан, это вот такой, извиняюсь у крохот, вот такое средство для ногтей от Джессики, как Bend Don't Break. Прошу прощения за английский. В общем, это для ломких, слоящихся ногтей. Я вот это средство увидела у Тани, 7,4 единицы. Она вот про это средство рассказывала, я его предоставили на обзор. Я посмотрела и выписала себе. Правда, использовала только один раз, но действительно, как и написано, запечатываются ногти. То есть, наносятся двумя толстыми слоями на ногти. И ногти окрашиваются не только вот пластинка сверху, но по бокам и внутри. То есть, полностью запечатываете ноготь. У меня вот ногти постоянно сбоку ломаются. Вот, допустим, вот здесь еще и не отрежешь, а уже заломился ноготь. Очень неприятно цепляешься, там больно. И вот я вот этим ноготь очень хорошо запечатался. Естественно, потом, когда он отрастет немножко, чтобы можно было срезать, в общем, помогает. Еще, не знаю, лечебные свойства этого средства, не знаю, как отразиться на моих ногтях. Но пока вот этот эффект, даже просто если он будет заклеивать мой ноготок, вот эти все слоящиеся мои чешуйки, чтобы ноготь потолще был, я буду безумно довольна. В общем, пока мне это средство нравится. Объем большой, 14-8 миллилитров, почти 15. Конечно, стоит дорого, 800 с чем-то рублей. Но, я думаю, это средство, если будет выполнять те функции, которые заявлены, то это стоит того. Вот. Вот, сразу о ногтях приобрела я три лака от Oriflame. Вот такие вот три. Оттенки не могу сказать, потому что они пишутся в каталогах там свои номера. Вот этот лак у меня на ногтях сейчас. Выписала сразу все их три. И, если честно, я ими недовольна. Во-первых, нестойкие. Где-то на третий день они уже начинают облупляться. И когда наносишь, надо слоя два. Может, даже и три. Потому что ложится неравномерно полосами проплешинами, в общем-то. И кисточка неудобная, какая-то она коротенькая. Смотрите, вот как. Совсем неудобно вот это уже как-то красить коротенькой палочкой. Ну, как бы пользуюсь вот этими лаками. И приобрела еще я вот такие матерящие салфетки от марки Я Самая. В 80 штук их вот. Тоже вот такие с экстрактом зеленого чая. Я довольна. Стоят недорого. И по объему больше. Вот я, насколько знаю, NYX и еще какая-то марка. Там где-то по 50 салфеточек. Здесь 80 и где-то в половину дешевле стоят, чем вот этот NYX. Вот это все мои покупочки. И хотела еще я показать вам два косметических продукта, которые мне подарили на день рождения. Первое это подарили мне вот такие вот тени от Guerlain. Сразу скажу, что я их просила. Вот такая вот четверочка. Оттеночек 0,7. Я лучше напишу внизу, как называется, потому что, к сожалению, я не смогу вам прочитать. Так. Вот такие вот цвета. Ну, я, в общем-то, люблю. Вот я использую только коричневые, бежевые, нюдовые оттеночки. Кстати, мне безумно понравился. Вот даже вот этот аппликатор понравился. Он довольно длинный. Хотя я им редко так пользуюсь кисточкой разномерзать. Теперь знаю, как пользоваться правильно. Как наносить тени. Так, в общем, сейчас я попробую сделать сводчи. Тени очень мягкие, хорошо наносятся. Они, наверное, как назвать правильно, сатиновые. Потому что... Так, вот. Видно, не видно вам эти цвета все. Вот это самый темный коричневый. Так. Вот так, может. Вот. Ой, извиняюсь, конечно, я с камерой еще... Вот. В общем, но на глазах они... Вот здесь немножечко есть блеск. Его, конечно, вы здесь не увидите. И на глазах такой сатиновый оттенок. Как-то, в общем, не знаю, как описать. Но, в общем, хорошо. Блеска вот такого явного нет. Вот, как, допустим, у диоровских теней. Там такой явный перламутр. Здесь этого нет. Мне очень это безумно нравится. Я эту палетку хотела очень давно. Мне вообще в Герлен нравится. Даже вот начиная вот с этого оформления. Все так красиво переливается. Вот. И подарили мне вот такие тенюшечки безумные. Мне довольны. Сейчас я ими активно пользуюсь. Очень им не нравятся. И еще, что мне подарили, это вот такой вот наборчик от Пайо. Я сразу скажу, что я им еще не пользовалась. Потому что, как говорило, у меня много средств для умывания. И не распечатывать как-то сразу не хочется. Так. Входит... Сейчас коробочку переставлю. Молочко для снятия макияжа. Вот мне нравится, что вот знаете, вот эти два флакона по 400 миллилитров. Такие большущие пузырьки. Пользоваться и пользоваться. Вот молочко вот такое с помпой. И... Что это у нас? Тоненькое молочко. Лосьон. Так. Лосьон. Это вот лосьон для лица. Вот такой вот розовенький тоже с помпочкой. И 30 миллилитров. Вот двухфазное средство для снятия макияжа с глаз. Вот видите, такой маленький клакончик. Очень мне нравится. Я эту марку еще ничего из этой марки, что-то заговариваюсь, не использовала. Безумно хочется это попробовать. Мне нравится, что такие они большие. В общем, очень и очень рада. В общем-то, это все, что я вам хотела показать. Надеюсь, вам было это интересно. Спасибо за внимание. До свидания.